Дамы и господа, у нас сегодня ЦАП из новой линейки SMSL под названием RAWMDA1. Так давайте же разберёмся, для кого и для чего была создана эта линейка на примере самого младшего девайса из этой серии. Однако, не спешите делать выводы. У меня уже лежит целых три таких девайса, и они все друг от друга отличаются. Но сегодня говорим именно об этом. Традиционно начнём с того, что моя супруга повертит его в руках, и пообщаемся о нём с Денисом. А ещё в моей группе Телеграм сейчас проходит розыгрыш аж пяти наушников. Подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Субтитры подогнал «Симон»! 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 но все же с чем-то сравнивать надо и вот сравнили собственно мне больше я вот как сразу так для затратки мне больше всего понравилось первое впечатление дениса эффект консервной банки есть потому что немного есть такое ощущение вот звук из консервной банки его чуть-чуть и добавили в наушнике мне вот вот это вот эффект когда я слушал этом полифия playing уже со вступления какой-то какие-то шумы посторонние какой-то эхо добавилось в общем ну какой-то грязи наладили туда я переключаюсь на саш x чистый звук четко ничего лишнего ну вот собственно у меня примерно те же самые впечатления но справедливости ради нужно сказать что разница в стоимости там условно в пять раз разница в добавлении грязи там не знаю там 15-20 процентов в лучшем случае наверно но она не согласен я не согласен потому что этот ро я лично мне просто не нравится это слушать то есть есть девайсы которые стоят там 30-20 тысяч и звучат на эти 30-20 тысяч и в целом ну вот как у меня fx аудио который ты мне дал я не помню когда я 07 по моему вернуть вернуть он не гениально звучит и стоит денег он сколько на ходу 20 по моему но он звучит для меня лучше и я понимаю что это не он дешевле не спорта грубую я понимаю что это не саш x и я не слугу естественно он хуже чем и сашек я его могу слушать и мне нравится а этот я не могу слушать а ты не помнишь стать и твой на таких чипсетах он нас и косы или на то сейчас честно говоря не помню по моему тебя на акашках ну короче говоря ребят мы сейчас говорим о стандартной проблеме чипов от сс здесь внутри вот в raw м до 1 стоят 2 и сс 90 39 2 м они намного лучше чем вот вот просто самый главный извините за это слово но понос по-другому не могу сказать который был до них собственно 90 38 удвоем не 39 а 38 именно потому что это была самая гадская гадина которую ставили везде и она везде портила звук вот это вот она получше и в некоторых девайсах даже в редких она умеет даже играть без к эффекта консервной банки но к сожалению вот конкретно в raw м до 1 и как он там называется видимо забыли отключить эффект консервной банки он здесь остался собственно это все что хочется сказать на самом деле о звучании этого девайса в действительности в реальности все конечно же не так плохо потому что мы сравнивали перед куда более дорогим устройством и целом как бы более такие искушенные товарищи все-таки но 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 здесь нужно понимать что за 32 тысячи рублей вы в принципе получаете реально неплохой звук если не сравнивать устройствами куда дороже но главная фишка это устройство даже не в том какой здесь звук вообще в принципе в позиционирование вот этого самого девайса почему он как-то называется странным образом без у нас или так далее здесь все очень просто он рассчитан на геймеров у него сзади вниз откуда эти странные эффекты я понял да да то у него у него сзади есть целых четыре входа лишних ну как необычных нестандартных которые обычно в количестве не рассыпают там сделано две оптики плюс обычно делается только одна и еще два коаксиала и как позиционирует эту штуку и самосы ли она ставится в одну дырку втыкается playstation в другую там какой-нибудь этот xbox в третью дырку еще чего не втыкается в общем для человека который хочет получить неплохой звук по крайней мере лучше чем встроенная в джойстик ну это да и так далее и при этом иметь подключенными сюда там все эти приставки там и так далее то есть это изначально не аудиофильский девайс и если вот учитывать его функционал стоимость и так далее он весьма неплохой и еще фишка в том что в нем сохранены все те же самые вот плюшки в меню которые есть и аудиофильских девайсов здесь меняется и фильтры и так называемые sound color и в общем это вот все что в аудиофильских девайсах есть есть и здесь плюс дополнительный тип подключения и ориентации на геймеров здесь же есть выходы соответственно и на колонке причем одни балансные другие не балансные и на два типа наушников в общем такой вот в маленькой коробочке ультимативный девайс для геймеров не для аудиофилов и это будет явно лучше чем то что встроено в приставке это будет явно то что лучше чем то что стоят в джойстике всякие но это если человек как мы ну скажем так и если бы у меня была задача купить себе для разных приставок вот использовать этот девайс так как он задумывался но я бы расстроился от такого звука ты имеешь ввиду даже в этом сценарии используем я бы расстроился а если ты человек который до этого если я не искушен мне пофиг если я вообще не понимаю отлично он выполняет свою задачу супер собственно вот он и вердикт если вы покупаете такую штуку там не знаю своему ребенку который там на кучу приставок играете он не искушен всякой аудиофилий норм а если вы аудиофил который иногда играет в приставках то вы возьмите свой аудиофильский девайс также подключите но возможно вам придется купить два или три просто потому что входов не хватит вот здесь на поллянчик и попадете но зато получится звук лучше когда так в общем все звук требует же аудиофил должен страдать ну что ж вот такой вот неоднозначный девайс получился у smsl повторюсь не спешите делать выводы про всю линейку в ней есть куда более интересные и гораздо более лучше звучащие девайсы про них я вам обязательно расскажу но она сегодня пожалуй все не забудьте поставить этому видео оценку подписаться если вы здесь впервые ну и конечно пишите комментарии будет интересно почитать и да естественно огромное спасибо спонсорам благодаря вам все это происходит всем пока до сих пор Продолжение следует...